Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская и сегодня мы будем снимать самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки немецкая овчарка и она помогает мне в поиске нечистой силы и охраняет меня. И просто она мой помощник и мой компаньон. Друзья, вчера мы заказали хэппи мил смешарик экзи, именно лосяш. И в этом хэппи миле мы нашли проклятого смешарика. И также мы там нашли еще, друзья, монету. Проклятую монету, которая может отвечать на вопросы. Эта монета показывает да, говорит да или нет, друзья. Посмотрите, какая она страшная. То есть эта сторона говорит нет и на ней нарисован скелет такой с крыльями, просто офигеть. А здесь говорит монета да, yes на английском и такие ладони, руки. Друзья, короче говоря, я спрашивала у нее, могу ли я сделать Вуду, куклу Вуду на лосяша экзи. И мне монета сказала, что да. Поэтому прямо сейчас мы будем с вами проводить обряд и делать куклу Вуду из этой куклы. Потому что я чувствую, что что-то там внутри. Давайте попробуем ее оживить, а потом разрезать и посмотреть, что создатели с сайта Даркнет вложили в эту куклу Вуду. И что находится внутри этой проклятой игрушки. Проклятый живой смешарик лосяш. Так, в общем, дело в том, что у меня здесь нет доски для вызова духов, поэтому мы будем какими-то подручными средствами, друзья, пользоваться для того, чтобы призвать этого духа. Единственное, у меня есть вариант. У нас есть тут такой типа бубен, короче. Вот, если по нему стучать с правильными отрезками времени, то, грубо говоря, дух смешарика должен вселиться в эту экзи-игрушку. Ладно, посадим смешарика сюда, как раз напротив зеркала. Это офигенный портал для того, чтобы пришли духи. И будем говорить заклинания. Смешарик экзи, вселись в эту живую игрушку. Смешарик экзи, вселись в эту живую игрушку. Смешарик экзи, вселись в эту живую игрушку. Слышал? Черт, ребята, вы слышали это? Так, тихо. Я что-то чувствую от него, как будто огонь. Как будто он что-то пытается сказать, ребят. Ну, давай же, говори. Это реально живая игрушка. И я чувствую, он хочет что-то сказать и ведет меня куда-то. Говорит, огни, огни города, огни. Залаки, залаки! Черт, здесь кто-то был. Здесь кто-то был. На этой проселочной дороге кто-то был. Почему не горит ни один фонарь? Почему они все погасли? Черт, не работает ничего. Кто гасит фонари? Слушай, на этой проселочной дороге есть какая-то нечисть, которая гасит фонари. Я не знаю, кто это может быть, друзья. Ладно. Попробую еще раз с этой куклой Вудой связаться. Смешарик экзи, ты здесь? Дай знак. Горячо оттуда. Жар. Дим, скорее, бежим. Латич, что-то чувствует. За ней, за ней. Кто здесь? Смешарик, а где это ты? Лосяш? Блин, я очень хочу его увидеть, ребята. Вон он! Не вижу. Ты видела это? Вон там, вон в той куче. Черт, не видно ничего. Смотри, за мной. Аккуратней. Какая-то кровавая бинт. Подожди. Смотри, впереди что-то есть. Он тянет меня туда. Пойдем. Что здесь происходит? Посмотри, здесь как будто бы села НЛО. Вот черт, ребята. Что здесь случилось? Что здесь произошло? Господи. Здесь был лес. Посмотрите, как будто здесь села какая-то тарелка. Инопланетная тарелка. Здесь просто какая-то огромная дорога. Ты видел его там? Бежим скорее. Там кто-то есть. Черт. Дим, что происходит? Меня кто-то толкнул. Здесь однозначно кто-то есть. Я не знаю, кто это. Возможно, это Лося Шигзи. Но я никак не могу его поймать. Дим, слушай, нам не удается его увидеть. Он слишком хорошо прячется. Возможно, нам нужно поставить скрытые камеры, чтобы увидеть его. Я вижу, что Лаки его тоже чувствует. Смотри, кто все это сделал. Смотри, все деревья сломали. Смотри, елка осталась. Все деревья поломаны. Елка осталась. Просто вообще, это просто жесть, что происходит. Подожди, что под елкой может быть? Я не знаю. Тут ничего нет. О, Господи, нет. Что здесь происходит? Короче, ребята, я не смогла поймать. Не шарик, Экзи. Но я чувствую, что внутри этой куклы Вуды что-то есть. Монета. Я хотела задать вопрос. Нам стоит вернуться и задать вопрос. Нужно ли разрезать эту живую игрушку и посмотреть, что там внутри. Прямо сейчас, друзья, погнали. Монета должна быть здесь. Черт, где монета, монета. Хорошо, монета здесь. Итак, спросим, стоит ли нам разрезать эту живую игрушку. Да, ребята. Монета показывает. Да. И сейчас мы лишим сначала эту куклу Вуду глаз. Раз, два, три. Смешай, Кзи, уходи. Раз, два, три. Смешай, Кзи, уходи. Итак, а теперь мы разрежем ее и узнаем, что там внутри. Я чувствую, что там что-то есть. Итак, о господи, что это? Черт, тут куча пуха. Но я что-то чувствую там. Ребята, это что-то мне напоминает человека. Ребята, маленькую какую-то штучку. Я не знаю, сейчас я дотянусь за нее. Лаки, что ты чувствуешь здесь? Что ты чувствуешь в этом смешарке, Кзи? Ребята, о господи, нет. Это похоже на голову. Посмотрите, это маленькое ухо. О, черт, не может быть. Это голова. Посмотрите, это голова маленького, маленького человека. Посмотрите, эти глаза будто живые. Я поняла, это голова Лосяша и Кзи. Они на самом деле люди. Как знаете, как эти аниматроники. Внутри них живут живые люди. Это просто их как будто бы костюм. О, господи, там внутри еще что-то есть. Это ноги, нога и рука. Ребята, я реально была права. Это тело Лосяша. Его руки и голова. А, ну, где же его туловище, ребята? Где-то там внутри должно быть еще туловище. Да, оно здесь, ребята. Сейчас я его достану. Вот оно. Ребята, это просто жесть. Вы просто не можете себе представить. Давайте соберем. Его попробуем собрать, если это возможно. Так, ладно, я прицепила голову Лосяша. Это реально костюм. Это был не настоящий Лосяш. Или, вернее, возможно, смешарики. Это просто маленькие куклы, которые одели на себя игрушечные костюмы. Ладно, подожди. Это реально Лосяш. Он на самом деле просто ребенок. Ребята, сейчас я попробую вставить руку. Так, что-то у меня не получается, ребята, собрать его. Слышишь? Что это? Черт возьми, ты слышал? Кто-то сказал. Кто-то сказал Крош. Ты слышал? Кто-то сказал Крош.